Всем привет! А сегодня мы говорим о рулетке. И поверьте, у нее очень много скрытых способностей. А начнем мы с очень простых вещей, которые неизвестны разве что новичкам. Это подвижный зацеп и измерения в проемах. Когда я купил свою первую рулетку, я подумал, что подвижный зацеп это какой-то брак. Ну как можно измерять, когда что-то болтается? И какая вообще будет точность в этих измерениях? Но оказалось, что подвижный зацеп это просто необходимость. Измерения рулеткой могут проводиться от предмета, либо с захватом предмета. При измерении от предмета зацеп является нулевой точкой. При измерении с захватом предмета зацеп выдвигается на свою толщину. И нулевая отметка снова совпадает с краем предмета. Вот и весь секрет. Вторая базовая вещь это измерение в проемах и углах. Дело в том, что лентой трудно залезть в угол или сделать точные измерения в проеме. Поэтому в том случае, когда нужно измерить проем, используют корпус как продолжение рулетки. На каждой рулетке указывают размер корпуса, который и прибавляют к показаниям ленты при измерениях. Есть еще один способ, о котором я уже рассказывал в одном из своих предыдущих выпусков. В нем используется моя любимая малярная лента. Наклеиваем кусочек ленты и проводим два измерения в противоположных направлениях. Кстати, при измерениях лучше ставить не черточки, а галочки. Они точнее показывают отметку, а используя черточки, можно легко ошибиться. Сделав два измерения, мы складываем результаты и получаем точный размер. Есть еще один трюк с рулеткой. Правда я не знаю, насколько он вам может пригодиться. С помощью рулетки очень легко разделить любое число пополам. Берем размер на рулетке, например, 116 см. И совмещаем с ним нулевую отметку. Точно на месте перегиба и будет наш результат. Это 58. Если вы замечали, на зацепе рулетки находится небольшое отверстие. Зачем оно нужно? Этим отверстием можно зацепиться за шуруп или гвоздь. И зацеп уже никуда не соскочит. Особенно это актуально, когда проводится измерение больших расстояний. Что интересно, погрешность в этом случае будет не более 1-2 мм. Потому как центр шурупа находится практически на нулевой отметке. С этим отверстием очень удобно рисовать окружности. Но об этом мы поговорим чуть позже. С помощью несложной доработки можно получить отличный инструмент для разметки. Тут вариантов масса. Я, например, использовал часть циркуля, которую закрепил на рулетке. А вы можете придумать свой вариант. Будь ли он стационарный или съемный. Или выделить для этого вообще отдельную рулетку. Данным устройством очень удобно делать отметки. Или пользоваться им как рейсмусом. А при использовании шурупа можно также рисовать окружности нужного диаметра. Следующая хитрость с рулеткой это поверхность для записей. Сделать ее можно с помощью малярной ленты. О чем я уже рассказывал в одном из своих предыдущих роликов. Вещь очень удобная в работе. Если нет малярки, можно писать прямо на корпусе. Предварительно прошкуривая ее нулевой шкуркой. Так вы сделаете бархатную поверхность, на которой очень будет удобно писать. Стирается карандаш обычной резинкой. Если вы работаете с гипсокартоном. Или с поверхностями, которые можно легко царапать в процессе работы. То вам пригодится следующий прием. С помощью надфиля делаем зазубрины на зацепе. И теперь с помощью этого модернизированного зацепа. Можно делать отметки не используя карандаш. Сейчас я вам расскажу про одну вещь, от которой у меня в свое время был просто разрыв шаблона. Речь идет о делении заготовки на несколько частей с помощью рулетки. Например, нам нужно разделить заготовку на три части. Что мы делаем в этом случае? Мы измеряем ее ширину и производим математические вычисления. Получаем результат. А как обойтись вообще без вычислений? И тут наступает магия. Мы берем на рулетке ближайшее число, которое больше, чем ширина заготовки. Но кратное трем. Например, это 300. 300 это три части по 100. Так мы и делаем. Отмечаем равные отметки по 100. И они совпадают с нашими. Если нам надо разделить нашу заготовку на четыре части, то мы берем ближайшее число, кратное четырем. Желательно круглое, для удобства. Это 400 мм. Нам остается только сделать отметки через каждые 100 мм. Это очень просто и очень быстро. А на сегодня все. Лайк, подписка и комментарии будут лучшей благодарностью для меня за это видео. Да, и не вздумайте писать в комментариях, что вам все это знакомо, что я тут наговорил. Всем добра, пока.